Моё почтение. Меня зовут Дрэм Риппер, я бездарь, завистник и... никто. Именно поэтому я высказываю своё мнение о разных картинах по поводу... и без. И вот-вот должна выйти первая серия нового сезона легендарнейшего мультсериала Самурай Джек. Так, почему бы не вспомнить, за что мы так любим этот сериал? Или подсказать причину для просмотра упустившим его? Сериал знаков не только для гик-культуры, но и для самого Cartoon Network, ибо по сути это был первый более-менее серьёзный мультфильм их производства. Шло начало нулевых, у Nickelodeon уже были Губка Боб, Эй, Арнольд, Ох уж эти детки, и Семейка Торнбери. Фукскиз транслировал зорных анимашек, трансформеров, могучих рейнджеров и мультсериалы про супругероев на любой вкус. Вплоть до Серебряного Сёрфера. Ну а Дисней... Дисней смог сделать себе невероятный рейтинг оригинальными мультсериалами вроде Мишигами, Чудес на виражах и сериалов про уток. Уверен, большая часть моего поколения смотрела эти мультфильмы, ну или хотя бы слышала про них. А Cartoon Network, ну, из тех, которые могли действительно запомниться, я могу назвать Куража, Супер Крошек и Лабораторию Декстера. Причём два последних мультара режестировал Дженди Тартаковский, создатель Джека, но об этом чуть позже. Каналу явно не хватало чего-то серьёзного, чтобы заинтересовать подростковую аудиторию. Потому что да, можно посмотреть, как Декстера достаёт Диди, или как три девчонки спасают город, но другие каналы могли предложить откровенно более качественную арестовку, более продуманные сюжеты и более интересных персонажей. На Фукс Кидз Бэтмен борются с негодяями, а тут небольшая пародина Трёх Мстителей. Дисней показывают приключения медведей в фэнтезийном мире, а Cartoon Network, как Эд, Эд и Эдди, снова долбоёбят. Арнольд сталкивается с проблемами отца, который потерял свою дочь, а Джонни Браво отшивает какая-то девушка. Несколько неравное соотношение сил, не находите? Поэтому неудивительно, что в один прекрасный момент Cartoon Network сообразил. Так, детей мы, конечно, заинтересовали, это хорошо, но эти мелкие пидры возрослеют, а на ностальгии долго не продержишься. Мы же не Дисней. Есть варианты? Может, снова наймём этого русского? Русского? Ну, который сделал нам мульты про девчонок и умника. Да, неплохо, хорошие рейтинги. А что он хочет сделать? Вы помните Кэра Дайна в кунг-фу? Вот типа того. Охуеть, да эти две! В смысле, пусть с ними 13 серий, а потом посмотрим. Так, а получилось. Сперва пропустили тест анимации, в котором Джек выглядел довольно-таки странно. А потом пилотный выпуск, который и положил начало истории. Открывая на эту серию, хочется сравнить с первым фильмом Б-трилогии Нолана. Становление героя, его обучение, но всё же это прелюдия к основному веселью. Почему? Ну, потому что история труса-мурая, который сражается с архидемоном за свою семью и побеждает его, была бы довольно-таки вторична и, возможно, скучна. Поэтому она рассказана за 15 секунд отцом главного героя, который, мне кажется, имеет некоторые черты сходства с легендарным полководцем Ода Набунагой. И когда власть солнца оказывается слабее всего, в солнечное затмение, Аку вырывается из своей темницы. Причём, если верить в Вики, действие происходит в 16 веке. А самое близкое к Японии затмение 16 века произошло 22 сентября 1596 года. Так что этот момент можно считать началом истории Джека. Злой колдун врывается в спокойную жизнь японских монархов и захватывает государство, а жена императора спасает своего сына и магический меч, отправляя их на джонки лояльных императору мореходов в дальние страны, которые не связаны временем с реальным миром. Например, русичи существуют в одно время с Древним Египтом, что довольно-таки круто. Это можно объяснить альтернативным развитием историй или вмешательством потусторонних сил, которые здесь, в отличие от нашего мира, существуют. Герой обучается различным боевым искусствам, попутно познавая другие народы и их культуру. В итоге находит свою семью и империю порабощенной Аку. Затевает бой с негодяем и побеждает его. Ты поразил меня сейчас, но в будущем я тебя уничтожу. Для тебя нет будущего, Аку. Я не согласен. Что это такое? Аку! Самурай попадает в будущее, и здесь начинается основная история. Попытки протагониста вернуться домой и исправить всё, что натворил Аку. И если в первом сезоне порой просматривается формула... Джек находит возможность вернуться в прошлое, но вместо этого спасает чьи-то жизни. Возможность ветерина. То, чем дальше, тем лучше. Серии варьируются от комичных до довольно-таки серьёзных, вроде Нуарной Х9. И именно эта серьёзность выделяла сериал среди мультфильмов того времени. Да, был аниме и довольно-таки много, но западный оригинальный и серьёзный мультсериал про борьбу со злом — это что-то новое. Возможно, Самурай Джек был своего рода остаться в живых или кланом Сопрано, после которых сериалы стали восприниматься на уровне полнометражных фильмов. Что же произошло и с мультфильмами? Если раньше большая часть мультсериалов внесла развлекательный характер, то сейчас сценаристам приходится продумывать отношения между персонажами, их мотивацию, сам мир. Просто давайте посмотрим на лучшие сериалы по версии АМДБ за 2005, 2012 и 2013 годы. Это западные анимационные проекты — Аватар, Гравити Фоллс и Рика Морти. А как же Бэтмен 92-го года? Спросит меня внимательный зритель. А я и не отрицаю огромное влияние этого отличного мультфильма. Но Ворнеры не выпустили ничего столь хорошего с того времени. Ладно, вру были скубидумистическая корпорация и юная лига справедливости, но схожие по серьёзности проработки проекта Cartoon Network гораздо известнее и популярнее. Далеко за примером ходить не надо, те же время приключений и вселенная Стивена. Так что начинать сравнивать, какой из сериалов про борьбу со злом оказал большее влияние — занятие изначально. Неблагодарное и глупое, ибо и Бэтмен, и Самурай задали определённую планку качества для последующих сериалов. Причём заметьте, эти сериалы именно про борьбу, а не победу над злом. Каждая серия мультфильма — это новое противостояние. Как по мне, это максимально приближенное к жизни, и самое пошлое, что мог сделать Тартаковский — это просто вернуть Джека домой и дать ему закончить дело. Нет! Каждый новый эпизод — это победа, в том числе и над самим собой. И не обязательно буквально. Больно, правда? Но тебе будет гораздо больнее. И если при просмотре в детстве мне казалось, что Аку — это просто злой демон, с которым сражается добрый самурай, то сейчас я думаю, что скорее это аллегория вечной борьбы человека с животным началом в себе и окружающих. Ленью, апатией, эгоизмом. Наша цель, да, более проста. Убиваешь дракона, спасаешь принцессу. Так было и будет всегда. Эту борьбу невозможно закончить, и тем интереснее каждое столкновение. Кстати, насчёт них. Кинематографичный склад их потрясает и сейчас, несмотря на некоторые условности. Большая часть противников оказываются роботами, и вроде как Джек никого не убивает. Так что цензура Cartoon Network пропускает это. Но учитывая уровень интеллекта роботов, возможность чувствовать, неужели никто не задумывался, сняться ли андроидом электро-овцы? В смысле, не считается ли отключение ИИ убийством? Или над этим задумываются только мамаши, которые говорят, «Это мой фильм для детей, как так можно?» Под горячую руку могут попасть и дети. Нужно быть ответственным. Нужно быть примером. Ну ахуеть теперь, их расцлевает, их эксплуатирует и пиздет. А я лишь привношу в их жизни неологизмы. Другой вопрос, что такие люди не видят за хардкором ничего. Тем самым лишая себе возможности приобщиться к чему-то неизведанному. И говоря о неизведанном, многие называют «Аватар» первым западным сериалом, который знакомит зрителя с восточной культурой. Но Самурай Джек рассказывал про синтоиско-буддийские идеи Японии уже в 2002-м. В этом мече история и сила моего народа. Эта сила неизмерима. Великие предки, услышьте мой призыв. Если я чего-то стою, дайте мне силу уничтожить эти воплощения зла. Кто же такой Самурай? Протагонист, благородный воин, живущий по кодексу Басидо. Он не будет сражаться без необходимости, но стоять до конца за невинных – его долг. Помогите, на нашу деревню напали. Ты должен нам помочь. У Самурая не осталось ни семьи, ни дома, ни страны. Единственное, что у него есть, не считая меча, – имя, которое он хранит в секрете, как последнее нематериальное наследие былых времен. Джек – это лишь сленговое обращение, которым его наделили местные. С тем же успехом Самурая мог звать себя, например, чуваком. Не знаю, как вам, но мне этот факт напоминает другого легендарного мечника – Геральта из Риви, который к Вире и Риви отношения не имеет, а выбрал это прозвище для звучности. Ну, в отличие от Ведьмака, наш герой не берет плату за подвиги. Хотя и Ведьмак не берет, если ему не платят. Хотя, так можно сравнивать практически любых положительных персонажей. От Бэтмена до Довакина. И да, Джек убрал ледяных троллей голосом до того, как это стало с Каримом. Что занятно, уже в первом сезоне Джек стал легендой. Он восхищает детей, о нем слагают истории, даже правительство в лице Аку пытается очернить его образ. Да, по сути, детский мультфильм показывает всю глупость и нелепость рупора пропаганды. Самурай пытается выставить глупым, жадным, но в какой-то мере сияющим. Вот и Джек. Однако, самурай силен не только телом, благодаря постоянным боям, но и разумом. Его интеллект достаточно высок, чтобы решать проблемы не силой, а умом. Один из нас говорит лишь ложь. Второй говорит правду. Задай нам всего один вопрос. И скажи, кто из нас на самом деле маг? Вопрос мой такой. Да! Если бы ты был твоим братом, кого бы из вас ты назвал бы настоящим магом? Сила духа не менее сильна. В одном из комиксов Аку пытается сломить воина, уничтожив его разум. Он буквально проникает в сознание героя, но сталкивается с невероятной защитой. Подобный сюжет, несомненно, уже имел место быть. Стоит вспомнить то же начало или занятную серию Бэтмена, где Брюс также блокирует Джокера. Но, как говорится, это уже было в Симпсонах. Ну и какой же герой без своего злодея? Аку, воплощение тьмы и тьма сама по себе. Он лжец, убийца, истязатель. Он способен предать своих же союзников. Даже если это не принесет ему выгоду, а только веселье. Он мастер перевоплощения, что может принять любую форму. Аморфное существо, спрут, скат и самое частое дракон. Что символично, ведь в западной культуре дракон обычно представляет собой средоотончие зла и тьмы, бессмысленного разрушения и аучности. Да, в восточной мифологии всё наоборот, но не стоит забывать, где снимался мультфильм. Из других злодеев Аку напоминает, пожалуй, Джокера. Но не киношных, а мультипликационного или отчасти игрового. Основная цель не так важна. Гораздо интереснее порой просто поиздеваться над противником. И что придает больше эпичности, антагониста озвучивал тот же человек, что и дядю Айра из Аватара. Мако. Как мы знаем, благодаря ностальирующему критику, этот человек... Бог воплотит сокровища нашего мира, да и всей бесконечной вселенной. Но было бы странно, если бы Джек был единственным борцом с Аку. В различных местах вспыхил очаги сопротивления, которые Аку пытаются затушить. Но огонь идеалов свободы, равенства, братства, любви по разумным расценкам и яйца вкрутую так просто не потухнет. Одним из пламянейших бойцов можно назвать второго самого разыскиваемого человека на земле. Шотландца. Он во многом противоположен Джеку. Горец горд, вспыльчив, груб, здоров и горяч. Но как и самурай, мечник отлично знает боевое мастерство. Борется со злом, чтит заветы и традиции своего народа и владеет зачарованным мечом. Видимо, этот клеймор, как и Катана, были созданы тремя молотами великих кузнецов из света, которые направили три божества через трех монахов. Помимо клинкаши, талант используется и автоматом, что заменяет левую ногу воина. И да, это было за пять лет до планеты страха. Судя по всему, этот персонаж понравился не только мне, но и другим зрителям. Ведь горсть появлялась в четырех сериях сериала и трех выпусках комикса. Остальные действующие лица, вроде псов-археологов или воришки-ирландца, удостаивались разве что сольного появления в комиксах. Увы, но я не знаю, стоит ли ждать их появления или хотя бы отсылки в пятом сезоне. Но 80-летний, седой, злобный, отоглазый шотландец, херачащий по врагам из минигана, это одна из причин ожидания новых серий. То, что продолжение будут транслировать на E-Doubt Swim, несомненный плюс, ибо некоторые серии, несмотря на общую простоту, могли заставить бежать за новыми штанами и взрослого. Так что трансляция взрослого мультфильма на взрослом канале правильное решение. Теперь аниматоры не будут вуалировать всех противников подроботов, и лицо Джека не будет залито черной смазкой. И раз я затронул художественную часть, стоит отдать должное аниматорам и их работе. Сериал сделан очень динамично, над хореографией боев трудилось много талантливых людей, в том числе и профессиональный боец, знакомый с многими аспектами китайских боевых искусств. И если говорить о боях, то креатив создателей ничто не стесняет. И лучше меня это скажут сами авторы. А вообще, довольно занятно, что Джек, парень из прошлого, прекрасно адаптируется к любому противнику. Даже если тот... Что еще были интересны, персонажи сделаны почти без использования контуров. При этом художникам удалось сыграть на контрасте, не смешивая героев с окружающим миром. Этот стиль, судя по трейлеру, будет и в пятом сезоне. Но о чем же он будет? Но о чем же он будет? Но о чем же он будет? Почему Джек, разбитый и отчаявшийся человек в продолжении? Ведь в одной из серий нам ясно показали, что в будущем он станет королем, который поведет мир к процветанию. Ответ на этот вопрос могут дать комиксы, выходившие с 2013 по 2015 годы. Да, в то время выходили кроссоверы-мультгероев Картун-нетверк, что довольно забавно, но не более. А сольники Джека были такими, какими вы бы и ожидали их увидеть. Приятный сюжет, битвы с Аку и раскрытие лора. Например, в самом первом выпуске объясняется, откуда у Аку вообще появилась способность изменить временные координаты людей. А вот в последнем нам показывают Джека, который стал тем самым царем, что ведет и служит людям, с которыми он бьется плечом к плечу. Среди его соратников мы видим шотландца, и трех великих воинов, что стали жертвой колодца, и создателя роба-самураев, и ребенка, которого Джек спас в конце четвертого сезона, и многих других. Комикс заканчивается сценой начинающегося сражения Армии Света против Аку. Но создатели не говорят, чем закончилась битва. Только не важно, что случится. Эти истории будут жить. Легенда никогда не умрет. И если этот комикс является каноничным, то трудно представить ужас человека, который повел людей в битву и подвел их, раз наследие Аку еще существует. Зато легко понять, почему Джек сломался, и не хочет продолжать борьбу со злом. Но, судя по другим кадрам, я могу закончить только словами отца Джека. Покуда светят звезды на небе, есть надежда. Но, естественно, мое мнение субъективное, неправильное и глупо. Прошу прощения, что отнял вас время. Удачи с новым фильмом. Субтитры подогнал Игорь Негода.